Психологическая обработка противостоит работе психологов правоохранительных органов и психологов системы образования. Однако ее эффективность совершенно недостаточно по причинам их межведомственной и даже внутриведомственной разобщенности, отсутствие взаимодействия с оснежными, с психологией специалистами, с педагогами, врачами, социальными работниками, совершенно недостаточной практической подготовки в вузах, особенно психодиагностической и психотерекционной. Проблемой усугубляется отсутствие необходимой психодиагностической и психотерекционной аппаратуры. Поэтому единственным инструментом психолога, как правило, являются опросники. Достаточно очевидно, однако, что подозреваемый в содействии, а тем более в принадлежности к террористической организации, не будет искренне отвечать на вопрос анкеты или опросника, а основанная на недостоверных данных психологическая работа не может быть эффективнее. Главной же причиной упущения в противодействии терроризме психологическими методами, как и упущения в решении других важных проблем, является глобальная недооценка соответствующими руководителями роли психологии в различных отраслях жизни и деятельности общества. Так, за последние годы в России существенно сокращено количество школьных психологов. Классики психологии отечественных, сколько положений сил, жизнеположений, чтобы создать психологическую службу в школах. Что сейчас происходит реально? Это наносит ущерб не только качеству образования, но и борьбе с терроризмом. Именно школьники представляют большой интерес для руководителей и врубовщиков террористической организации, так как подростки наиболее воспринчивы к радикальным идеям и сообществам. Особенно беспокоит большое, ну честно говоря, в полтора раза сокращение штатов психологов Министерства внутренних дел России, которые призваны играть особую роль в борьбе с терроризмом.